15 апреля отмечается Международный день культуры. Своим появлением этот праздник обязан русскому художнику, философу, писателю и гуманисту Николаю Рериху, который считал, что культура – это главный двигатель прогресса общества, объединяющий людей вне зависимости от национальности, вероисповедания и возраста. И её сохранение – одна из важных задач общества. В Славянском районе работает 38 клубных учреждений. Своим творчеством радует земляков 413 коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам, в которых занимается свыше 9 тысяч человек. 70% всех клубных формирований работают для детей. И в Международный день культуры в тёплой дружеской обстановке представители культурной отрасли района принимали поздравления в честь своего профессионального праздника. С приветственным словом к приглашённым обратился начальник районного управления культуры Дмитрий Решмидт, отметивший важность проводимой ими работы для исторической и духовной памяти страны. Мало кто понимает, чем на самом деле занимается культура, какие цели и задачи перед культурой сегодня стоят. Это не просто выдать книжку, это сформировать вкус к чтению, это где-то убедить, где-то подсказать, где-то направить. Это постоянная работа с людьми, это постоянная работа по сохранению культурных традиций, фольклора, этнографии. И многих-многих-многих направлений, тех направлений, которыми жила наша страна, наш регион, наш город и район долгие десятилетия и столетия до нас с вами. И только от нас с вами зависит, насколько сохранится культура в веках, хотелось бы, наша традиционная кубанская культура в целом нашей страны, насколько мы сможем передать её будущим поколениям. Мы с вами, ещё раз повторюсь, стоим на страже национальных интересов нашей страны. Мы с вами определяем и вырабатываем стратегию от нашей с вами работы, непосредственно зависит будущее и нас с вами, наших детей и наших внуков. За большой вклад в развитие, сохранение культуры и традиций, популяризацию кубанской культуры и искусства, многолетний плодотворный труд участников торжественного мероприятия наградили почётными грамотами. Хочется сказать, что Александр Иванович один из немногих глав поселений, которые поддерживают культуру постоянно. Это зримо, это очевидно. В том, как улучшается материально-техническая база прикубанского дома культуры, и какая атмосфера сложилась в поселении, и как глава поселения относится к работникам культуры. Поэтому от себя еще раз хотелось бы, Александр Иванович, поблагодарить за ту действительно большую работу, которая ведется в плане сохранения культуры в прикубанском сельском поселении. Спасибо. Работники культуры – это такие люди, без присутствия которых не обходится ни один праздник. Они создают настроение, воодушевляют, учат новому. И в свой профессиональный праздник они тоже работают, делясь с коллегами своим творчеством. Желаю вам на многие годы, чтобы было завтра лучше, чем вчера. Желаю вам степичного тепла и радость, что в душе смело. Желаю вам еще сто лет прожить, лично смеяться, пить и любить. Пусть только Господь у вас всех пути хранит, а в доле пьет и любит. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин. Программа «События».